Вы знаете, я в прошлый раз немножко так упоминал, у меня долгое время есть некая тема, которой я хочу делиться в церкви. И сегодня я думал об этом проповедовать, я об этом уже даже в прошлый раз говорил, но вот вы знаете, как-то вот я не чувствую, что вот это время, когда я должен об этом говорить. И сегодня утром я молился, и Бог поменял, и я сегодня хочу говорить, может быть, не менее важных вещах, но вот которые я чувствую, что необходимо, чтобы они звучали сегодня здесь. И кто из вас хочет быть счастливым человеком? Ну тогда сегодня для вас. Сегодня для вас. Давайте откроем Деяние апостола, вторую главу. Как вы думаете, первая церковь была счастливой? А? То есть там были все счастливы? Видите, проблема в том, что мы очень часто... Вот я люблю, знаете, когда разговариваю со своими детьми, и у них что-то не получается. И часто, знаете, у нас проблема, что мы хотим одного, а делаем другое. Ну, например, если я хочу быть хорошим певцом, то мне мало поможет занятие танцами, которыми я могу усиленно заниматься. Правильно же? Если ты хочешь оказаться на юге, то зачем ты идешь на север? Есть знаменитый афоризм Козьмы Пруткова, если хочешь быть счастливым, будь им. А мы хотим быть счастливыми, но почему-то всеми силами стремимся быть несчастными. Вот делаем, чтобы быть несчастными. И есть вещи, которые очень широко известны, что делает нас счастливыми. Но мы почему-то этим вещам не уделяем внимания, а уделяем внимания другим вещам, которые никак на счастье не влияют. И поэтому как-то вот вроде бы и до седьмого пота утанцевался ты уже, а певцом большим не стал. Петь ты лучше не начин. Вот то, о чем сегодня мы с вами будем говорить, вы знаете, это, наверное, одна из необходимейших составных человеческого счастья. Невозможно быть счастливым без этого. И это было в первой церкви, причем это было, знаете, на таком уровне. Вот я вам сейчас хочу прочитать всего один короткий стих, но который очень много говорит вообще о стиле жизни первой церкви, первоапостольской церкви. Мы ее не идеализируем, опять я говорю, мы не идеализируем первую церковь, но все-таки они как-то больше помнили еще Христа, еще как бы вот он не так давно был на земле, и поэтому они много вещей сохранили, и мы многому можем учиться у них. И вот смотрите, вторая глава Деяния апостолов, 42 стих, здесь говорится вот стиль жизни первых христиан, стиль жизни первоапостольской церкви в Иерусалиме, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вот здесь, когда говорится преломление хлеба, тут есть много споров, либо о причастии идет речь, или просто вот именно о трапезе. Хотя я не думаю, что тут нужно искать противоречия, потому что если мы читаем с вами Новый Завет, мы видим, что у них немножко причастие было не как у современной церкви 21 века, у них причастие было чуть ли не частью их кушания, да? Вот мы видим это. Вот, но сегодня не об этом речь. Вот я хочу выделить три вещи, да, о которых здесь говорит нам Господь в книге Деяния апостолов, да? Три стиля, да? Во-первых, учение, во-вторых, общение, ну и совместная трапеза, преломление хлеба, либо причастие, если кому-то так больше нравится. И третье — молитвы. И очень часто мы в церкви говорим об учении, мы, у нас проходят семинары разные, у нас проходят разные конференции, у нас по четвергам школа семьи, мы показываем библейский взгляд, там, воспитание детей, первые годы совместной жизни, прекрасное учение. В прошлый четверг Ольга Галеева дала о «Десях секретов счастья». Если вы не были, возьмите, очень так наглядно и очень практично. И вообще, чем больше я слушаю порой наших служителей, в том числе служителей церкви, я иногда думаю, зачем мы кого-то приглашаем, у нас такие дары есть, которые не во всей полноте еще в церкви раскрыты. Вот. То есть у нас учение, да? Молитвы. Тоже мы говорим о важности молитвы, молитвенные выезды, выезды тишины, школа молитвы, стремление, чтобы в нашей церкви были молитвы, чтобы в любое время мы могли прийти в церковь и молиться, да? Но в сегодняшний день у нас, в принципе, каждое утро, каждый вечер существуют молитвы, мы молимся, и это тоже очень важно. Но вот третья вещь, не то чтобы о ней не говорится, но намного меньше говорится, а эта вещь в первой церкви была на том же самом уровне, как и учение апостолов, как и молитвы. И это общение. Вот смотрите, драгоценное, вот общение – это греческое слово кайнония. Кайнония. Может быть, кому-то известное. Кайнония. Дословно переводится «общность». Общность, взаимоотношение, соучастие, общение, общительность. Я еще раз прочитаю вот те слова, которые являются значениями для греческого слова, которые здесь стоит – кайнония. Общность, взаимоотношение, соучастие, общение, общительность. Сегодня психологи говорят, и много разных там передач вы можете найти по телевизору, в интернете, говорят, что на счастье человека влияют не столько достижения, сколько отношения. Когда у человека ненормальные отношения, что бы он ни достиг, ему не принесет настоящего счастья. Более того, наши успехи и наши достижения, если и приносят какое-то счастье, то оно очень кратковременно. Ты можешь радоваться там новой машине, там, не знаю, новому бритвенному станку. Ну что еще бывает? Что еще, сестры, у вас бывают? Вот. Какие-то, то есть какие-то покупки, какие-то подарки. Вот. Ты какое-то время радуешься, 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 радуешься этому, но потом, ну, как бы станок тупится, ну, одежда ветшает, машина ломается, и она уже совсем другие эмоции тебе приносит. Вот. Чем радость и чем счастье. А вот отношения – это нечто то, что постоянно подпитывает вот нас. Когда у человека есть хорошие взаимоотношения, когда он живет вот в этой сфере соучастия, то есть ты участвуешь в жизни других, а другие участвуют в твоей жизни, и в этом есть гармония, то есть не насилие, не какие-то вот кризисные моменты, а вот именно гармония. Когда ты счастливый, и счастливый человек, он может спокойно отнестись, если не все у него достижения такие, какие бы он хотел. И у него не все бывает получается, а в жизни не бывает того, что все получается. Но, тем не менее, ты можешь быть счастливым независимо от твоих видимых внешних достижений. Если ты понимаешь важность вот этих взаимоотношений, соучастия, общительности, вот именно все то, о чем говорится вот в этом емком греческом слове «кайнония», которое у нас переводится как «общение». И вот посмотрите, что об этом писали апостолы. Давайте откроем сначала первое послание апостола Иоанна, вторую главу. Первое послание апостола Иоанна, вторая глава. И вот, давай начнем с первой главы даже. С первой главы начнем. О том, что было от начала. Первая глава, первый стих, первое послание первого апостола Иоанна. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осезали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Я как-то на одном из собраний подчеркнул, что вот в первых вот этих стихах Иоанн пишет в прошедшем времени, что они видели, что они слышали, что они рассматривали, что они осезали своими руками. Потому что Иоанн и первые апостолы в земной жизни физически соприкасались с Господом Иисусом Христом. Но Иисус уже вознесся. И все это в прошедшем времени. Если бы на этом все заканчивалось, тогда христианство было бы действительно исторической религией. То есть мы бы жили прошлыми вещами. Вот он когда-то там ходил, когда-то там учил, когда-то там совершал чудеса. И не понимая этого, некоторые христиане, они так вот мечтают. Вот бы мне бы вот оказаться хоть на день в Израиле 2000 лет назад и вот лицезреть лицом к лицу, услышать там где-нибудь на горе его учения. Они не понимают, что вот это отношение к христианству как к чему-то историческому ворует настоящее. И поэтому смотрите, Иоанн говорит дальше, он продолжает дальше, говорит, что мы видели, что слышим. И дальше, чтобы и вы имели общение, это опять слово кайнония, общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И с Ее пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Я вам хочу напомнить, что Евангелие дословно в переводе означает радостная весть. То есть, конечно же, в нашей жизни есть трудные периоды, есть кризисы, но Евангелие – это радость. Радость независима от наших достижений. Радость, построенная прежде всего на взаимоотношениях, на этой кайнонии. Что мы здесь обретаем? Люди, которые думают, что придя в церковь, они обретают деньги, обретают славу там, обретают там еще что-то видимое, всегда разочарованы. Потому что, конечно же, Бог может тебя благословлять, Бог может тебя исцелять. То есть, Богу не безразлична видимая сторона нашей жизни. Но если мы здесь только ради вот этой видимой стороны каких-то достижений, в плане здоровья, в плане карьеры, то мы разочаруемся. Потому что и с Богом не все порой получается так, как ты планируешь. Но наше счастье не на достижениях, повторяюсь. Наше счастье вот именно на том, мы приходим сюда, вот в эту кайнонию, о которой говорит Иоанн. И это кайнония как вертикальная, так и горизонтальная. То есть, наше общение с отцом и сыном его, то есть, мы общаемся со всемогущим Богом. И это общение неразрывно связано. И во всем послании Иоанн это доказывает, что невозможно, что у тебя чудесные отношения с Богом, и нет никаких нормальных отношений с братьями и сестрами. Ты любишь Господа, а с ближними у тебя очень натянутые отношения. Нет, нет, нет. Вот это взаимосвязанная кайнония. Кайнония с Господом и кайнония между братьями и сестрами. Наше общение с вами, да? Мы общаемся друг с другом. И это дает нам, вот это кайнония с Богом и кайнония друг с другом, общность. Вот это единение, общность, осознание общности. Причем, вы знаете, вот об этом легко чисто сказать и понять умом. Вот я сказал, важно общение. Ну что тут непонятного? Ну это очень понятно. Ну да, общение важно. Вот головой вопросов нет. Но когда ты понимаешь головой, но реально в своей жизни, реально в своем сердце этого не ощущаешь, тогда толку от твоего знания нет никакого. Ты будешь в церкви несчастным человеком, одиноким человеком. И, к сожалению, таких в христианстве немало. И поэтому важно драгоценное осознать, вот это должно войти в нашу жизнь. Вот это некое внутреннее осознание неразрывной связи с Богом и друг с другом. Друг с другом. Помните вот это знаменитое слово, да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, да? И дальше. Общение Святого Духа. Общение, это опять слово кайнония. Смотрите, что происходит, некая общность с Духом Святым. Неразрывная общность, соединяющаяся с Господом, есть один Дух с Господом. Когда вот что-то происходит между тобой и им, что ты осознаешь как единое целое. Вот просто слияние с Господом, соединение с Господом, да? Но не только об этом говорит Священное Писание. Вот помните, у апостола еще есть словами общение Духа, да? Общение Духа. И опять-таки, это общность Духа, когда он говорит об общении между верующими. То есть это наша внутренняя духовная общность, не только с Духом Святым, но и с сердцами друг друга. Когда мы вот это ощущаем, вот эту внутреннюю связь и воспринимаем боль другого, как свою боль, радость ближнего, как свою радость. Вот это, опять-таки, это то, что можно долго объяснять, но стоит лишь начать это переживать, как ты поймешь, насколько это важно. И именно для этого, для этой кайнонии мы и приходим в церковь, вот этой связи с Господом и друг с другом. И это приносит нам совершенную радость. Дальше Иоанн говорит, пятый стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение, опять кайнонию, кайнонию, с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа очищает нас, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И видите, здесь апостол Иоанн показывает, что жизнь во свете – это жизнь в кайнонии. «Насколько много в твоей жизни света показывает, насколько ты живешь в общении, вот в реальном общении с Ним и друг с другом, как в 7 стихе написано, то имеем общение кайнонию друг с другом. И именно вот через это общение часто происходит что-то невыразимое, что-то, может быть, что мы даже до конца умом не можем понять, но кровь Иисуса Христа начинает действовать между нами, начинает очищать нас, то есть происходят какие-то невидимые процессы, которые ведут нас к развитию, к совершенству, к большему богопознанию. Вот необходимость вот этого кайнония. И у нас по-настоящему церковь, она и должна быть такой. И опять-таки я говорю, что нельзя идеализировать первую церковь, нельзя. Потому что мы видим, и там уже многие этого не понимали. И вот в этом же первом послании Иоанна во второй главе, смотрите, Иоанн с болью пишет о людях, потому что разделение, это не то, что сегодня происходит в христианском мире, сплошные разделения, отделения. Все откололись, эти прикололись, эти ушли, эти друг друга там прокляли, эти друг друга анафеме предали, эти сказали, что это все неправильно, а мы правильно. Вот эти все разделения, разделения, они были в то время. Смотрите, вторая глава, 19 стих, Иоанн пишет, они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть видите, когда нету этой внутренней нераздельной кайнонии, тогда церковь постоянно начинает трясти, потому что у нас много всяких мнений, различных мнений. И мы начинаем эти мнения часто сталкивать друг с другом, а вот он так сказал, а я вот так не согласен, а этот вот так вот пошутил, а мне такой юмор не нравится, и считает, что это вообще не радость Господи, это смехотворство, а он говорит, нет, это как раз именно радость Господи, а ты просто там фарисей религиозный. И вот пошло-поехало, и начинаются вот эти разделения, разделения, отделения какие-то вот, и современный христианский мир, если мы сегодня посмотрим, это же огромная боль, что мы все разбиты, мы все разделены, и мы все как-то с опаской посматриваем на все соседние конфессии и динаминации, и каждый абсолютно убежден, что все должны быть к единению, ну, прийти к единению. Но единение обычно все видят, что все придут в его церковь, и тогда все, наконец, соединятся, дойдут до правильного понимания и покаются. Вот. А мы не торопимся к друг другу приходить и каяться, и поэтому разделения все вот эти продолжаются, продолжаются. Но можно, знаете, много говорить про христианский мир, на который часто мы, ну, не способны как-то повлиять. Но давайте сегодня поговорим как раз вот про нашу церковь, да, про жизнь нашей церкви, на которую, конечно, мы с вами можем прямо повлиять. И вот смотрите, еще одно мнение другого апостола, о чем мы говорили про Иоанна, что он писал про Кайнонию, и теперь посмотрим, что пишет апостол Павел про Кайнонию. Первая Коринфянам, 10 глава. И вот смотрите, 16 стих, Павел пишет. Чаша благословения, который благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христа? И вот здесь то, что у нас в синодальном переводе переведено как приобщение, это опять греческое слово Кайнония. То есть апостол Павел говорит, что наше причастие является как бы неким отражением общности с кровью Христа и с плотью Христа. И единение с кровью и плотью Христа также означает единение друг с другом. Потому что дальше, 17 стих, он говорит, один хлеб, как вот мы при причастии, мы берем хлебы, мы их ломаем, да, потом всем раздаем. Один хлеб, и он говорит, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Вот это единение со Христом, это не единение индивидуалистов. Никто Бога не понимает, один я тут понимаю. Никто тут в духе не двигается, один я чувствую Господа как никто. Нет, настоящее единение с Господом, это осознание единения с братьями и сестрами. Что ты одно тело, как один хлеб, от которого мы причащаемся, так и единение всех нас в одном организме. И вот после того, что Павел здесь написал про Кайнонию, смотрите, он пишет дальше 20 стих и показывает. Вот давайте теперь посмотрим, как же проходит причастие, да? Он показывал, как проходило причастие в Коринфской церкви. Далее вы собираетесь так, что это не означает вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божьей и уничижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. И видите, после всего этого он переходит к тому, как проходит причастие. И Павел опять-таки с болью пишет, говорит, разве вы не понимаете, что вообще суть, она не в том, чтобы как можно больше съесть хлеба на причастии или выпить вина, наесться даже. Суть, это вот именно это колени с Богом и друг с другом. А если у вас во время этого ссоры и споры, кто-то хочет побольше там себе отхватить и наесться, кто-то не успевает и вообще остается без причастия. Павел говорит, это вообще не причастие. Вы не понимаете, что смысла в том, что вы делаете, нет. Это формализм, когда форма остается, а суть уходит, потому что как раз суть причастия, да, у нас было вот в прошлое воскресенье причастие, суть, вот это как раз кайнония, единение со Христом и единение друг с другом в теле Христа. И это не просто какие-то красивые слова, вот такими с кафедрой, единение, единение. Оно должно реально ощущаться нами и проявляться в наших реальных делах и поступках в отношении друг друга. Иначе та же самая может быть проблема. Конечно, у нас нет такой проблемы, потому что мы не даем возможности там кому-то прийти и весь там все вино выпить у нас в начале собрания и весь хлеб съесть, и так что в конце уже ничего не остается, да. У нас есть специальная служба порядка, она следит за этим. В Каринской церкви этого не было. Но из-за того, что у нас есть служба порядка, и мы как бы не даем всем без разбору сколько хочешь всей этой еды, не означает, что мы не можем превратиться в формальное собрание. И, к сожалению, нередко церковь, она вырождается, что вот в это вот формальное собрание учения есть, там молитвы могут быть, а реальных взаимоотношений друг с другом нет. Нет, нет. Почему нет? Потому что в этом есть некоторая сложность. Порой, знаете, даже молиться или поступить куда-нибудь в библейскую школу или в какую-нибудь духовную семинарию проще, чем наладить хорошие взаимоотношения. Почему? Вот смотрите, послание к евреям, 13 глава. И вот автор послания к евреям пишет, 15 стих. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Жертва – это то, что для тебя дорого, то, с чем расстаться тебе порой непросто, тяжело, но ты все равно делаешь это потому, что любишь. Может быть, даже как бы в ущерб себе, но ты любишь и потому жертвуешь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог любил и поэтому отдал, то есть принес в жертву Своего Единородного Сына ради нашего с вами спасения. Точно так же, если ты по-настоящему любишь, то ты не излишки отдаешь, не то, что, знаете, бери Боже, что мне не Гоже, а порой может быть что-то для себя дорогое, что для тебя трудно расстаться, отдать это, но ты все равно жертвуешь. Вот когда мы собираемся здесь, начинаем петь Господу, начинаем славить Его, я же ведь отлично понимаю, и все мы понимаем, что не у всех у нас есть такое настроение, проснись и пой, проснись и пой, проснись и пой. Ты встал с утра, может быть, и ты утром, может быть, что-то кто-то не так сделал на кухне, может быть, кто-то с женой поссорился, кого-то дети расстроили, кто-то уже успел поругаться, пока добирался до Шейкмана сюда. Вот какие-то сложности, какие-то трудности, ты пришел сюда, вот вы тут стоите, все насупились, выходит лидер прославления и говорит, а давай теперь будем славить Господа. Ты вот стоишь, но всем своим видом ты просто противишься, потому что ты не готов расстаться, принести в жертву, убить вот эти негативные чувства, негативные эмоции. Ты скажешь, как так, меня на самом деле обидели, меня на самом деле расстроили, они неправильно поступили, я от них ждал одного, а они сделали совсем другое. Я им говорил, меня никто не слушает, меня вообще не любят, меня не уважают. Вот начать славить порой Господа вот с утра, это настоящая жертва, которая не бывает неблагословлена в дальнейшем Господом, правда же? Мы должны благословлять Господа. Как говорил Давид, душа, что печалишься, помните? Вот я такая печальная, я же русская душа, а русская душа печалится, любит. У нас все песни печальные, мы даже когда веселые песни поем. У нас все печально. У нас даже песни такие все, у нас в крови печаль такая сидит. Я не знаю, как сейчас у детей, у нас, я помню, когда мы в школе учились, у нас были уроки музыки, и мы на уроках музыках просто разучивали какие-то песни, либо советские, либо русские народные, и пели их. Вот я не знаю, как они сейчас проходят. Вот мы пели. И вот до сих пор помню, как мы учили одну из популярных русских народных песен, думаю, многие ее знают, сейчас, конечно, не так популярны русские народные, как в нашей молодости. Ну, помните, в опале березонька стояла? В опале березонька стояла, в опале березонька стояла. Ну, первый куплет такой чукотский, что вижу, то пою. Стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Второй куплет. Некому березу заломать. Понимаешь, первая мысль, которая рождается, если что-то стоит, а поломать-то кто это будет? Вот нам сразу хочется заломать. Люли-люли заломать, да? Некому, да? И тут, думаю, что если некому, да, как там дальше поется? Да, я пойду погуляю, если уж некому, то я эту березу заломаю. А песня такая веселая. Люли-люли, та-та-та, вот-вот-та-та. То есть поется о том, что стоит нормальное дерево, никто его не ломает. Что делать? Да я его и поломаю. Люли-люли поломаю. Всем весело, всем хорошо, да? А Дит Смита мы поем, мы же вообще не вдумываемся в этот смысл, а? Кто-нибудь вдумался в этот смысл, да? Да, а что это нормально? Да у нас естественно, а что она стояла? Кто тут ее разрешил? Поломать нужно, да? Лавка нужно сломать там это вот. Урна перевернуть, высыпать, да? Некому же это сделать-то, да? А ты прошел вечером, погулялся, все наломал, заломал, перевернул, все, дело сделал, спать пошел. Ой, как я на ту тему вышел, ладно? Случайно я про березку, про березку. Вот, понимаете, наша душа вот такая вот. И ты приходишь сюда, да, вот, и пришел сюда, тебе такое настроение плохое, ничего с утра поломать не успел. Из этого грустно как-то что-то. Чувствуешь, что-то не исполнен долг какой-то у тебя в жизни, что-то не сделал такое, да? Тут еще радостный лидер прославления. Давайте сломать Господа, Господа, ты его терпеть не можешь, этого лидера своей тупой радостью, да? И вот эти все шутки, которые у нас очень, как бы, находят отклик большой, хороший, а настроение только у пуделя и идиотов. И ты думаешь, да, я ни то, ни другое, а что у меня должно быть хорошее настроение? У меня плохое должно быть настроение. Вот. Что нам остается? Точно так же жертву приносить, жертву хвалы. И вот смотрите, здесь точно так же, да, апостол говорит, что общительность, а это опять-таки жертва, ну, благотворение понятно, это жертва, тут жертва благотворения, чтобы кому-то помочь, ну, это, естественно, часто без жертвы никак, что ты отдаешь для себя дорогое. Но общительность, конечно, общительность, языком бла-бла-бла, ля-ля-ля, тут-то что, тут-то какая жертва. А вот в действительности драгоценная вот кайнония, вот, она часто без жертвы и невозможна. Без жертвы невозможна. Настоящая кайнония. Невозможно без жертвы. И я вот когда, когда читал это местописание, думал, какие жертвы, вот, что же нам мешает, что же нам мешает вот по-настоящему общаться друг с другом? Вот по-настоящему общаться и быть благословлены в этом общении, да? И я вам покажу три вещи, которые я не вижу для себя. Их может быть намного больше, там, кто-то скажет, а у меня 33, 333. Ну, здесь не суть. Я читаю три одни из основных вещей, которые мешают нам полноценно, полноценно общаться. Первая вещь, которая мешает нам общаться – закомплексованность. Закомплексованность. Тут важно разграничивать две вещи. Вы знаете, есть воспитание, а есть стеснительность. Воспитание – это вежливость. Стеснительность – тут что-то другое. В чем отличается воспитание от стеснительности? Главное отличие – в уверенности. Стеснительный человек – неуверенный в себе человек. Когда ты стесняешься общаться, а если ты стесняешься общаться, то ты стесняешься и не только говорить, но и воспринимать. А ты стесняешься. А вот может я что-нибудь такое скажу, а это будет глупо. И все надо мной посмеются. Лучше промолчу. И в притчах написано, когда дурак молчит, похож на умного. На всякий случай промолчу. И вот мы боимся. И как можно общаться с человеком, который закомплексован, который стесняется? Возможно полноценное общение? Нет. Откуда происходит часть вот эта стеснительная, закомплексованность? Драгоценное чаще всего. Вот это с детства идет. С детства. Вот вы знаете, мы как люди, которые родились на этой земле, выросли, любим эту землю. Вот настоящая любовь, любовь к своей стране, она невозможна без того, чтобы мы не стремились, чтобы было лучше, чтобы изменяться. И вот одна из вещей, которую, знаете, мне всегда, вот я вам скажу честно, вот мы с какого-то момента с Дианой это очень часто наблюдаем, именно происходящее именно в нашей стране, вот именно в России, к сожалению. Это родители, почему-то чаще всего мамы, но не потому, что они злее, а потому что просто папам часто все равно. Так вот, матери, которые очень сильно ругают или орут или дубасят своих маленьких детей. Эту картину можно наблюдать в кафе, в магазинах, в общественном транспорте, когда ребеночек начинает что-то делать, и на него вдруг обрушивается гнев родителей. Видели такое, да? Очень часто скажут, Виктор, а это что, не везде? Вот с удивлением скажу, что вот не везде. Вот я, когда вернулся на прошлую неделю из Калифорнии, из Соединенных Штатов Америки, вот там недавно такую картину наблюдал. Было воскресное собрание, и после воскресного собрания мы пошли в кафе, и там со служителями кушали, и за соседним столиком сидела семья, точнее там была мама, и с ней несколько детей. И самый маленький, он года где-то 3-4, он за все хватал, за все хватал, в конце концов он там все начал перевернул, какой-то стакан упал, все полилось, там кому-то в тарелку налилось, все. В общем, устроил там, как называется, заломал березу, короче. Вот, ну, вот этот красивый семейный отдых в кафе у них не получился. Вот, все как-то, все перевернулось, все. Я смотрю, и сразу же, знаешь, как у нас, когда сразу думал, что я тебе говорила, ты что-то, я тебе говорил, я тебе сказал, я тебе сказал, я тебе домой, все больше тебе, ты никогда больше не будешь. Так же обычно у нас. Тут же, вот так вот, в магазине, вот сколько. Я потому в магазин, я не люблю ходить, жену отправляю. Не могу смотреть на это, как родители издеваются над своими детьми. Вот, вот этот крик и эти шумы. Там же мама такая, ой, ты не напугался, маленький? Начинает ему говорить. Вот, ну, ты, может, напугался, все, успокойся. То есть ребенок перевернул стакан, для него же стресс, он как бы переживает, что такое, успокойся, все нормально. То есть ты, ну, еще ребенок, ты неуклюжий. И дети часто что-то переворачивают не со зла, у них энергия. Они вот просто, ну, вот они вот, они же не могут так сидеть за столом, спокойно. Думаешь, иногда вот мне бы, смотрю на своего сына, 4-х летнего, мне бы твою энергию. Мне бы твою энергию. Вчера гуляли с ним по уктусу, ходили, ходили, бегали. И вот уже в конце идем, и он уже такой на санках лежит такой, да. Я его довез до машины, посадил, столько посадил, он отморозился, и вот опять начал. Думаю, ну, когда что, успокойся, уже папа не может уже. Приехали домой, поспим, сынок. Какой поспим? Отдохнем, говорю, поспим. Надышали из кислорода в лесу. Не, он не поспим. Энергии очень много. Вот. И эта энергия в детстве, она не всегда в правильное русло уходит. Правильно, Штракцина? И вот, знаете, вот уметь вот к ошибкам своих детей нормально, с любовью относиться. Не орать, срали. Что ты делаешь? Потому что в итоге, получается, закомплексованные люди, которые всего боятся. Потому что шаг лево, шаг вправо. То есть, они всего боятся. Вот такие зашуганные. Боятся высказать свое мнение. Боятся вообще что-то сказать. Причем, знаете, у этого стеснительности есть обратная сторона. Потому что твое мнение, оно же никуда не исчезает. Оно туда глубоко, куда-то вот прячется, засовывается. И вот человек такой стеснительный, такой, как говорил один литературный герой, чуть-чуть пришибленный, да? Вот такой чуть-чуть пришибленный. Вдруг наступают моменты, когда, знаете, когда у этого чуть-чуть пришибленного, такого забитого человека, как будто как извержение вулкана. Агрессия словно, вот там где-то вот лава, которая там вот скрыта, выходит в каких-то таких уже ужасных, извращенных поведенческих моделей. И получается вроде бы вот все шугали, шугали, шугали. А потом вырос такой пришибленный, но при этом взрывной, неожиданно. Понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Вот, поэтому, милые мои, мы как родители отвечаем, вот нормально относись к ошибкам своих детей, особенно маленьких детей. Нормально люби и люби их. И мудро относись, когда у них что-то не получается. Еще есть очень важный момент, знаете, часто люди зажаты, стеснительны из-за какой-то боли, которая у них была в прошлом. Вот есть какая-то боль в прошлом, да? И она словно держит тебя и не отпускает. Может быть, ты пережила в прошлом развод, и до сих пор у тебя вот это. Или кто-то сделал аборт. И вот это, и ты уже, и ты себя пилишь, как я могла, что такое вот. И уже годы ушли, а у тебя эта боль живет. Или у тебя было в детстве какое-то болезненное отношение с родителями. Ну, бывает вот такое вот, когда тирания дома. Или если ты в свое время пережила насилие, да? И вот эти речи, и что интересно, вот часто уже 20 лет уже это все было назад. И люди, которые тебя окружают, вот ты приходишь, они знать об этом не знают. Но тебе кажется, что об этом знают все. И все на тебя смотрят, как вот на жуткого преступника. А-а-а, вот он развелся, а-а-а, вот он тут какой. А-а-а, там у него аборт был там 20 лет назад. А-а-а, вот она убийца какая. И вот ты приходишь, и ты, вот тебе кажется, что все об этом знают, а об этом никто не знает. Более того, ты пришла в церковь, покаялась или покаялся, и Бог тебя простил. Умей принять прощение. Бог делает тебя чище белее снега. Бог восстанавливает тебя. Ты благословен. Ты благословенный человек. Прими прощение. Вера, это в том числе и уверенность. Ты Божье дитя. Ты оправдан, очищен. Почему? Ты все в жизни правильно делал? Нет. Ты оправдан кровью Иисуса Христа. Ты идеальный, у тебя не было ошибок? Нет. Ты освящен голговской жертвой. Прими, вот это внутреннее исцеление. Некоторые люди только о своем прошлом и говорят, да забудь ты свое это болезненное прошлое. Бог простил тебя. Бог покрыл. Теперь ты полноценный человек. Здесь часто люди, которые знать ничего не знают. Эта закомплексованность, она мешает нормальным общениям. Вторая проблема, она прямо противоположная. Вторая проблема, мешающая нам общаться. Если первая закомплексованность, вторая проблема, гордость. Когда вот у человека вот другая крайность. Все дураки, один я умный. Я все знаю, все заблуждаются. Отсюда высокомерие, надменность, наглость. С такими людьми общаться не хочется. Библия говорит, хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. Какое может быть дружелюбие у гордого человека? У него максимум снисхождения. Понимаете, да? Вот такое поведение, гордость. Гордость проявляется, когда вот есть люди, которые, вот, если они оказываются в компании, только они и говорят. Вот ту-ту-ту-ту-ту-ту, ну а кому еще, как не тебе? Кому еще? И с такими скучно. Почему? Потому что общение это не монолог. Это не проповедь. Это не учение. Важно уметь не только говорить, но уметь слушать. Некоторые люди, когда оказываются вот как-то со мной в одной компании, может быть, впервые, там где-то в гостях, там, или еще где-то в такой неформальной обстановке, они часто удивлены. Они думают, что поскольку пастор, которого ты видишь, а ты видишь его все время говорящим. Ты видишь, он зашел на сцену, поговорил и ушел, ты его больше не видишь. И вдруг ты где-то его видишь дома, где-то там в гостях. Тебе кажется, что сейчас все соберутся, пастор встает, ну и до конца вечера говорит. И когда они видят, что я просто сижу и молчу, и слушаю, я очень люблю слушать вообще. И я по натуре своей-то на самом деле молчу. Я не знаю, как Бог меня избрал пастором. Ну как вот, наверное, Моисея. И вот они думают, что и вот такое, а это не так. Это не так. Потому что мы пришли не учение в домашней обстановке послушать. Мы пришли общаться. Общаться. Не только ты один должен говорить. Есть люди такие, которые вот тоже, вот проявление гордости. Вот о чем бы ты ни говорил, они любую тему сводят к себе и к своей жизни. Ну а о чем еще говорить интересном, кроме как о тебе и твоей жизни? Не о чем больше, да? О чем ты там не говоришь? А вот, вы знаете, вот недавно Илон Маск запустил ракету там тяжелую. Ты говоришь, да-да-да-да-да. Вот в детстве любил я играть в игрушки и ракеты у меня были. И ты переключаешься и начинаешь только про себя говорить. Вот есть такие люди, я с ними встречаюсь. Вот вы знаете, вот как бы ты не пытаешься их вывести вот на тему, которая бы интересовала всем. Потому что, понимаете, вот есть вещи, они интересны мне, есть вещи, интересны тебе. Если мы встречаемся, нужно говорить о том, что интересно не тебе и не мне, а нам. Но человек гордый, он, если это интересно мне, то должно интересовать всех. А что может быть интереснее, чем моя жизнь? Что может быть интереснее, чем... Как помню, наша старшая дочь, когда была маленькой, и мы уехали в первый раз тогда долго с Дианой на одну конференцию за границу. И не были, да? И приехали, и она написала, и она говорит, папа, мама, она маленькая еще была, она рано там развелась, разговаривать начала. Она уже в год стишки сочиняла, вот, вот. И она говорит, я написала книжку. Мамка говорит, ты написала книжку, пока нас не было две недели? Она, да, я написала книжку. Как называется? Я и мои чувства. Она эту книжку написала, она, точнее, начала писать. Она написала, это книжка о девочке, у которой уехали папа с мамой, это была, да? И там книжка, в принципе, она состояла из одного предложения. Она говорит, когда родители уехали, слезы пропитывали девочку до самых пяток. Все, все, на этом точка. Она говорит, дальше я, говорит, еще не досочиняла. Вот, знаешь, и вот в этом ребенке часто вот можно видеть, вот, вот, я смотрю на некоторых людей, уже взрослые. Вот такое чувство, они всю жизнь пишут одну и ту же книжку. Я и мои чувства. Вот это, а что интереснее, кроме тебя и твоих чувств, твоих каких-то потрясений, твоих вот детских переживаний, вот это вот, что с тобой связано. Ты и твои, и твои чувства. Вот, ты и твои чувства. Понимаете, для ребенка дети часто эгоистичны, но когда ты вырастаешь, ну, как это, ты должен уже и чувствами других интересоваться. Это и есть взаимоотношения. Когда ты зациклен на себе, это элементарная гордость. Я вот скажу честно, я когда оказываюсь в незнакомой компании, мне порой часто приходится куда-то приглашать. Вот я там был сейчас впервые в одной церкви Сакраменто, да, и там команда служителей, мы общаемся, там в сауну меня приглашали. Вот мы общаемся, и эти люди, которых я вижу впервые, я всегда, когда оказываюсь в незнакомых компаниях, я прежде всего стремлюсь, как это назвать, сканировать атмосферу. Но тут же разные люди, я их не знаю. Они меня по большому счету, ну, может, только по проповедям знают, да. Я не знаю, о чем я сейчас буду говорить. Может быть, это им совсем не интересно. И ты начинаешь, прежде всего, вот чувствовать компанию. Есть такие люди, они как медведи, знаете, залазят, и они не ощущают ни атмосферы, не ощущают каких-то вот, ведь когда ты оказываешься в какой-то компании, там свой мир, свой уровень взаимоотношений. Постарайся хотя бы, хотя бы постарайся его понять. Нет, они начинают о чем-то говорить. И сейчас это не в попад, и что-то меня больше никто не приглашает. Ну, а кому интересно приглашать человека? Вот все собираются, меня не приглашают, который только и говорит о я и мои чувства. Потому что дружеская кайнония, это не совсем отношение между врачом и пациентом. Я понимаю, в настоящем христианском общении и исцеление могут быть, и обучение, конечно, мы ему обучаемся, но когда постоянно там кто-то как врач, это же получается не общение, это получается, знаете что, работа. Поэтому переступай часто через свою гордость, умей других слушать и к другим чувствам прислушиваться. Это жертва. И третье, что я считаю мешает нам нормально общаться, это когда люди не понимают разнообразия. Я так это назвал. Непонимание разнообразия. Мы все различны. И у нас бывают на разные темы разные мысли. Почему апостол написал, надлежит между вами быть разномыслию, да? Есть какое-то разномыслие, да? Когда люди стремятся всех сделать одинаковыми, всех сделать похожими, это не Божьи желания. Бог не сделал так мир. Вот падает снег. Бог же не сделал так, что все снежинки одинаковые. Почему в детстве так интересно бывало, да? Вот падают снежинки, ты берешь либо увеличительное стекло, там помню мы брали, и рассматривали снежинки. И удивительно, когда ты их увеличиваешь, каждая снежинка уникальная. Каждый листик уникальный. Думаешь, Господь зачем наделал бы одну снежинку и просто в принтере небесном размножил, и вот вам снег, вот вам березы, вот вам листья, вот вам все одинаковое. А у Бога все разное. Это мы хотим всех в одинаковую форму, в одинаковую фуражку, и все как одинаковые, как прокрустого ложа. Кто длинные, ноги подрубим, кто короткие, вытянем, чтобы все были одинаковые. Бог делает разнообразие. Мы все разные. И мы едины в духе. Да, у нас кайнония духовная. Но в своей душе, в своих чувствах, в своих интересах мы разные. Поэтому важно уметь принимать людей, которые на тебя не похожи. Если человек на тебя не похожий, это не означает, что он неправ, это не означает, что он заблуждается, это означает, что он на тебя не похожий. Вот и все. Мы все разные. Кого-то, как помните в жестоком романсе, да, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Ну не скажешь, что это дурной вкус, надо любить арбуз. Почему? Почему? Ты любишь арбуз? Общайся с любителями арбузов. Найдете общие темы. То есть, поймите, вот есть темы, кому-то интересные, кому-то неинтересные. И важно в церкви находить людей, которые бы вот интересовались тем же, чем ты интересуешься. Иначе общение не получится. Вот не то, что я верующий, и ты верующий, ну-ка, давай-ка общаться, давай. Мы можем поговорить про Бога, про Христа. Конечно, у верующих могут быть общие темы. Но есть же вещи, которые, ну, отличные у нас. Поэтому некоторые обижаются. А почему у молодежи свои домашние группы? Так им интересно общаться, у них какие-то темы общие. Они там могут обсуждать рэп-баттл, они придут к тебе, и ты вообще не знаешь, что такое панч, или что такое баттл, или кто такой слава КПСС. Понимаете? Как общаться? Это не потому, что ты плохой, вы просто разные. И они не плохие, просто разные. Я на всю жизнь запомнил один случай, который был у нас с Дианой. Это были давным-давно, в 90-е годы еще. Я так это запомнил, потому что стресс пережил. Настоящий стресс. Мы с Дианой были в Норвегии, я там проводил собрание, она Диана пела, мы проводили собрание, и мы оказались один день в компании людей, которые эмигрировали, россиян, которые все время эмигрировали в Норвегию. Кто-то замуж вышел, кто-то еще. В общем, было такое. И они хорошо друг друга знали, общались давно, а мы там были как бы новенькие, мы там почти никого не знали, там только одного человека знали, который нас в принципе в эту компанию и привел. Вот. И эти люди все очень глубоко интересовались современными тенденциями в изобразительном искусстве северных народов Европы. Нас пригласили на пикник. Мы таки приехали на пикник с Дианой. Там все был, берег, красота, яхты, так, знаете, так все красиво. И когда начался разговор, вот это, наверное, единственный раз в моей жизни, когда я не знал, какое слово в этот разговор вставить. потому что я не просто не знал тех художников, которых они обсуждали, я их имена впервые слышал. И вот мы так сидели, вот это, вот, я думал об одном, когда этот пикник закончится. Я чувствовал себя просто дурачком, честно вам скажу. Вот такое чувство у меня было. И я был такой расстроенный. И, конечно, Диана это помнит, потому что я такой был расстроенный. Я помню, мы когда уже, это счастливое общение, это счастливое каноней, когда закончилось, дома уже, я говорю, Диана, я просто чувствую себя ужасно. Я помню, вот Диана тогда меня успокоила, она говорит, ну, послушай, ну, если бы ты начал говорить вот о современных проповедниках и о том это, они бы тоже не могли ни одно слово не вставить. Но они вот этим живут, у них там интересы, у тебя, у тебя, мы просто разные, мы оказались просто в чужой для нас компании. Больше мы в нее не поедем. Они нас там еще приглашали, мы уже говорили, все, спасибо, мы не хотим. Вот. Они просто другие. Есть, поймите, люди, они не плохие, они не хорошие. Можно, конечно, сказать, ну, поймите, вот если незнакомый человек, они же должны были какую-то тему начать, которая бы всех бы охватывала. В идеале, да. Но вот им было интересно об этом, они быть ли увлечены вот этой темой, они в ней с головой, они там столько всего знают. Мы просто совсем с другими интересами мы не вписались туда. Просто не вписались. Что это? Страшно, ужасно? Да нет. Найди своих людей по своим интересам. Найди. И более того, вы знаете, вот важно развиваться. Вот если у вас есть какие-то в жизни интересы, ну, ты развивайся, чтобы было о чем поговорить. Было о чем поговорить. Чтобы было, чем ты можешь поделиться, что ты можешь рассказать. Мы все разные, но нужно уметь развиваться в чем-то и находить людей, которые были тебе близки не только в духе, но и в душе. А мы часто в церкви пытаемся всех переделать под себя. Вот надо всем быть вот такими, как я. Нет, не надо. Не надо. И как я быть не надо. Будь как ты. То, что нас с тобой объединяет, это общность духа. Это Иисус Христос. Это общение с Духом Святым. И любовь Бога Отца. Но в душе мы остаемся разными людьми. Этого не нужно бояться. Если кто-то там увлекается современной литературой, не нужно так смотреть. Библию надо читать. Апостол Павел много чего читал. Поэтому больше всего посланий написал. Кто любит читать, тот и пишет хорошо. Петр мало читал. Он рыбачил. Всего два послания. А про других апостолов вообще там непонятно чего. Еще Матфей там Евангелие написал. Ну и Иоанн постарался. А другие чего? То есть, понимаете, мы разные. Кто-то любит... Что, любить книги грех? Нет. А не любить грех? Нет. Мы разные все. Находи вот... Например, моя супруга... Сейчас вообще читать очень... Ну... Не в тренде, я бы так сказал. Особенно среди женщин. Уж извините, драгоценные. Никакого сексизма. Чистая практика. То есть, читают сейчас мало, а девушки особенно. Да? Бог дал мне такую жену, вот, которая также очень сильно любит читать. Она очень любит читать, как я. И у нее всегда были сложности, когда у нас были маленькие дети, и все идет... Мамочки собираются на детских площадках во дворе. Вот моей супруге всегда было тяжело. Потому что она что-то там прочитает, а с кем обсудить? А вот чисто песочные дела она не любит разбирать. Что она лучше, хуже? Она просто другая. Она приходила и говорила, знаешь, мне тяжело. Я вот прихожу, я не знаю, о чем разговаривать с мамочками на лавках, с мамочками около песочниц, там дети играют, о чем говорить? Ну, вы поймите, что чем более экзотические у тебя интересы, тем меньше людей ты можешь привлечь в общение. То есть, например, если ты увлекаешься изучением династии Цинь в Китае, конечно, с кем-то об этом можно поговорить. Но... Это намного меньше, чем, например, тех, кто смотрел сериал «Физрук». Даже я не смотрел ни одной серии, но знаю, что там играл Нагиев. Почему? Я ехал мимо баннера и видел он Нагиев и сериал «Физрук». Не смотрел, а знаю главного актера. А что мы можем сказать с тобой про династию Цинь? Уже сложнее, да? То есть, понимаете, у всех у нас разные интересы. Они не лучше, они не хуже, они просто разные. И важно уметь находить тех, чьи интересы близки с твоими и не осуждать тех, кто от тебя отличается. И в завершении, драгоценное, вот как в семье очень важно вот это общение, отношения, так и в церкви. Тимур, можешь выйти? Важно очень отношение, очень важно общение. В семье бывает не все гладко, есть споры, есть ссоры, в семье бывают проблемы, но все перекрывает счастье отношений. Точно так же и в церкви. Не все гладко, что-то у нас не получается, что-то не совсем выходит, но все перекрывает, когда у нас будет настоящее каиноние здесь. Когда мы научимся реально общаться друг с другом и находить в этом радость и благословение. И мы стремимся, знаете, Бог нам дал вот это здание, благословил нас, чтобы мы действительно здесь могли строить разные общения, разные взаимоотношения. Поэтому, когда мы стремимся делать разные мероприятия, вы можете тоже приходить, то есть, понимаете, у нас могут быть разные взаимоотношения. У нас на следующей неделе будет важное мероприятие, 15 число, четверг, у нас будет не просто общее собрание, а мы решили сделать, поскольку у нас по четвергам учение семье, сделать такой вечер для семьи, да? Для чего? Просто, чтобы общаться. Скажешь, Виктор, а что, проповеди не будет? Мы будем об чем-то говорить, но главное будет общение. Но общение ничуть не менее важно, чем учение. Учение важно, каиноние не менее важно. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Не менее важно. Стремись к этому общению. Потом 23 февраля у нас утром в 10 утра, да? Будет, мы решили сделать, знаете, вот можно было сделать собрание или еще что-то такое. Мы решили сделать утром братский завтрак. Мы соберемся все и будем общаться. У меня будет коротенькое слово, но суть не в этом даже. Суть в том, что я очень хочу, чтобы у нас вот это развивались общения. завтра, вы уже слышали, у нас начинаются альфа-курсы. В чем изюминка альфа-курсов? Это евангелизация не с помощью, вот, стадион и кто-то вещает, какой-то великий мега-евангелист. Нет. через общение друг с другом. И мы обратили внимание, что почти что все люди в нашей церкви пришли сюда не через великих евангелистов, а через общение с верующими на альфа-курсах, на домашних группах. Чудесное, благословенное общение. И если у вас есть какие-то вот желания, у нас иногда собирается молодежь, они играют в какие-то игры настольные и общаются друг с другом. Собираются люди, которые разбирают курсы о семейной жизни, о духовной жизни, там, сердце отца, вот курсы, да. В чем суть? Общение. Общение. И я так хочу, чтобы у нас вот этого общения было как можно больше. Я не хочу сказать, что у нас не будет проблем, когда мы будем общаться, мы соберемся, благодать, всем хорошо, какие-то могут быть сложности, какие-то могут быть обиды, но в этом есть жертва общения. Мы учимся прощать друг друга, любить друг друга, таких вот непохожих. Учимся любить. Мы специально сделали, если вы обратите внимание, вот там на нижнем этаже есть такая доска. Для чего? Для общения, чтобы наше общение между верующими церкви не было формальным, а было живым. И там вы можете помещать свои объявления, например, вот как в семье, вот у нас в семье, вот есть наша семья, моя сестра, двоюродная сестра, то есть у нас большая семья, и у всех дети. И бывают, у кого-то вот дети вырастают, и они одежду передают другой семье, у кого дети маленькие. У кого-то может тоже так есть в семье, да? Одежда часто передается друг другу. может быть у кого-то есть там одежда, но у нас есть еще большая семья, духовная семья, церковь, и ты можешь кому-то либо благословить, либо недорого продать, если это очень-очень хорошее. Вы можете помещать объявление там, или у кого-то нужда в чем-то. Вот у нас не так давно доску повесили, уже верующие ко мне обратились там, кому-то нужен был утюг, вот не хватало денег там на утюг, а у кого-то был хороший утюг, лишний, и они очень недорого продали, и те были благословлены, и эти были благословлены. Там кто-то кому-то что-то благословил, кто-то кому-то, у нас есть бизнесмены, которые могут предложить верующим там, могу принять на работу того-то, или наоборот, кто-то молодой человек, вы хотите работу найти себе, где-то работать, вы можете тоже поместить, поместить свое объявление, чтобы работать, ну не просто где-то, а где-то у верующих. Опять-таки, я не говорю, что это так здорово, когда мы будем друг у друга работать, есть и проблемы, у нас были такие вещи там, что некоторые христиане с такими проблемами сталкивались по работе с другими христианами, то есть это не значит, что все будет безоблачно, но по крайней мере у нас будет возможность общаться и друг друга благословлять, есть сложности, есть проблемы, но мы должны стремиться к настоящему полноценному общению, и я хотел бы, чтобы вы все активно участвовали и в этой доске объявлений, там у нас на ресепшене есть объявление, там сдам, сниму, продам, подарю, получу в дар, дешево куплю, то есть есть разные вот эти, заполняйте, давайте будем строить общение, я много раз говорил, вот у нас большое желание, мы хотим переоборудовать малый зал, сделать из него и зал, и одновременно такое большое кафе, стремиться, чтобы мы могли здесь общаться, чтобы после собрания не торопились, вы можете быть там, в малом зале, еще где-то, общайтесь друг с другом, я говорю в церкви, что если вы, кто-то из вас, вы находитесь в центре, вы можете встречи назначать в церкви, встречаться здесь, у нас многие верующие общаются, встречаются в церкви, не только по воскресеньям, и не только на каких-то собраниях или репетициях, а просто это наш дом, давайте наполним его учением Слова Божьего, молитвами и живым, благословляющим всех общением, настоящей, живой Каинонии, и это зависит не просто от пастора или от служителей, мы готовы, мы открыты, мы хотим от каждого, потому что в семье каждый член семьи вносит свою часть, давайте будем в этом активны, вносить свою часть, жить этой единой, общей жизнью, большой семьи, мы такие разные, но мы едины с Богом, и мы едины друг с другом, и нам никуда друг от друга не деться, ни в этой жизни, ни в вечности, поэтому хочешь не хочешь, давайте будем любить друг друга и общаться, и ради этого даже идти на жертвы, и все доскажут. Аминь!